Приветствую вас! На самом деле компромисса здесь, в этой ситуации нет и быть не может, ибо что бы вы ни сделали, кто-то всегда будет недоволен. На мой взгляд, проблемой мне видится ваша Виктория и в том, что у вас с вашим мужем нет гармоничных отношений, как, в общем-то, правильно, к сожалению, заметил мой коллега, вот. И проблема не видится в том, что вы сами здесь, как мне показалось, занимаете некую такую жертвенную позицию, вот. Что значит жертвенную позицию, да? Жертвенная позиция в данном случае означает, что вы безвыгодные для себя, ситуации оказались, вот. И эта безвыходная ситуация, она, на мой взгляд, является результатом именно вашего отношения к себе, в первую очередь. То есть вы хотите угодить всем, а всем угодить нельзя. Поэтому вы, в итоге, проигрываете. И, к сожалению, к сожалению, так будет всегда. То есть вы всегда будете проигрывать, пока будете стараться угодить всем. У вас должна быть своя система оценки, которая и направляет вас в то или иное ситуации. И не важно, не важно, обижается ли ваш муж или обижаются, например, родители, вот, на вас за то или иное. Это абсолютно никакого значения не имеет. Это ваша позиция, вы ее исследуете и все. Если вы не уверены в себе, это уже немножко другой вопрос. Теперь смотрите дальше. Что получается? Значит, а... есть свекровь, которая, по сути, значит, скрывает свои такие немного тиранические нотки, да, за желание помочь. Что здесь, я думаю, все очевидно и... В общем... В расчифровке это не нуждает. Значит... Муж знает, что свекровь, она, ну, вот, ну, его мама, она такая, а он, ей, собственно, сам поэтому не хочет покупать дачу. Потому-то знает, как, а, знает, как бы, что он-то ей купит, а делать в страну ничего не сможет там, да? Вот. А за мной поводиться он любит. Значит, муж в курсе, что... Нам мама его... Такая, муж знает об этом. Но... Как мы... Поняли... Он ничего особо не делает. Значит, он знает, значит, он знает, а он делает, он ничего. Чтобы это... Как-то подкорректировать. Вот. Значит, он знает, но не разделяет, а... Соответствующего мнения, например. Допустим... Ну, допустим... Допустим, мнение вашего, да? Мнение родителей, например. Ваших. Вот. О... О чем это говорит? Говорит. В первую очередь, это говорит о том, что муж... О... Приятный к маме. Что он от нее зависит. Что он... Возможно... О... Эмоционально с ней не разделен. И до сих пор... Действует... Ну, скажем так, да? В привязке. Вот. В привязке... К... Не... То есть, муж... Ваш... До сих пор... Зовите до своей мамы. Это не... И не плохо. Это просто, ну вот... Такова реальность. Скажем так. И... Когда вы пытаетесь... Эм... Найти компромисс. В этой ситуации. Вы... Только... Эм... Мотивируете мужчину. Своего мужа. А... Значит... Продолжать... Такую модель... Поведения. Вот. Понимаете? То есть, если вы... Эм... Действительно... Любите своего мужа. Да? А... Мы начнем... С того, что... Именно поэтому вы... С ним в отношениях. Да? Потому что вы его любите. Ну, а при этом... Что... По умолчанию... По умолчанию, как бы... Если вы его любите. Если вы хотите, чтобы... Ваш муж... Эм... Скажем... Был счастлив. Или типа того... Что... Необходимо... Эм... Чтобы вы перестали поддерживать... Такую... Эм... Такую... Эм... Такое его... Поведение. Такую его... Позицию. Которая... По факту... Вот. Ему только вредит. Ему только вредит. Вот. Если вы его любите. Если вы хотите для него... Добра. То я рекомендую вам... Это сделать. Ну, то есть, вот... Сделать именно... То, что я говорю. То есть, перестать потакать его... Болезненные связи с мам. Его болезненной... Его болезненному слиянию... С... С... С матерью. Я бы сказал так. Вот. Потому что... Все равно ничего хорошего... Ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, все равно... Рано или поздно... Он столкнется... С... С реальностью... Сам... Один на один. И лучше будет, если он это сделает быстрее... Вот. Чем он это сделает... Позднее. Вот. Надеюсь... Надеюсь... Что вы меня... Эм... Поняли. Надеюсь... Вы поняли то, что я вам хотел... Сказать. Да? То есть... Родители ваши... Правы... В том, что... Эм... Хотят... Эм... Эм... Грубо говоря... Найди компромисс... Какой-то... Вот. Родители... Эм... Правы... Грубо говоря... В том, что... Оберегают себя от... Эм... Бесцеремонного поведения... Вот. От... Бесцеремонного отношения... Что нормально в целом. А вы... Ваша ошибка... Что вы боитесь обиды мужа. Вот. И боитесь того, что он не будет ездить на дачу к родителям. И здесь... Именно здесь... В силу вступает... Эм... То, о чем говорил мой коллега. Что... А какие у вас, собственно, отношения с мужем? Насколько они у вас, собственно, доверительны? Потому что... Как-то... Странно... Получается... Что... Отношения у вас... С мужем... А присутствуют везде... Эм... Как бы... Родители. И... С вашей... Стороны... Родители присутствуют. И... С его стороны родители присутствуют. Там мама, в частности. Ну... То есть, эта позиция, на мой взгляд, ну... Говорит о вашей... Эм... Некой такой... Несамостоятельности. О вашей... Невозможности... Эм... Обозначить... Эм... Тонкие личные границы. Между... Эм... Вами, вашей семьей. И... Другими людьми, родителями... Родителями. И... И... Соответственно, семьей. Вот. И... Здесь, конечно... Эм... Важно... Эм... Эм... Как вы... Своим мужем... Эм... Взаимодействуете. Здесь, конечно... Важно, как вы... Выстраиваете отношения и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это безусловно. Это безусловно. Это очень важно. Вот. Т.е. если... Вот... Вас с... Эм... 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 Смудем... Эм... Связывает... Недостаточно... Прочная связь. Вот. если у вас с мужем недостаточно прочная связь, то вот эти вот какие-то обиды и появляются, по факту. Хотя обид на самом деле, ну, никаких, в общем, быть не должно, потому что, ну, какие могут быть обиды, если мужчина, он сам, по идее, знает, что у него мама, и что она вот такая, и он сам, в общем, не хочет ей, там, ну, покупать дачу, там, по ряду причин, да, вот. Так что обида вашего мужа, это детское состояние, и ему нужно, значит, обидеться, да, ему нужно, значит, пообижаться для того, чтобы понять какие-то вещи для себя. Если вы боитесь, допустим, допустим, его потерять, да, своего мужа, то это уже немножко другая история, это история о том, что для вас будет значить его потери, и как вы будете себя чувствовать. Но еще раз повторюсь, что очень важно мне преддаваться на какие-то провокации, да, вот, со стороны мужа на манипуляции, которым вы пытаетесь. Если мужчина не может отграничить, ну, обратно говоря, не может отграничить отношения с вами и вашими родителями от отношений со своей мамой, ну, значит, стоит пересмотреть ваши с ним отношения. К сожалению. Вот, иначе, иначе будет очень тяжело вам. Вот. В целом, я бы обратил внимание в том числе еще и на то, какая у вас мотивация выступать миротвор. Знаете? То есть, миротворец, это и есть по факту жертва. Вот. И очень важно, чтобы вы выявили, что за этим стоит. Может быть, это страх, может быть, это что-то еще. Вот. В любом случае, выяснить, это можно и нужно. Чтобы вы все-таки были немного, ну, может быть, что свободнее в своем поведении. Вот. Мне кажется, что так. Именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. И еще раз, я не думаю, я не думаю, что можно найти компромисс в этой ситуации. Я не думаю, что здесь может быть компромисс, потому что все будут стоять на своем. И я также понимаю, что вы со своим мужем не отделены. Вот. То есть, бежевой момент в том, чтобы вы отделились от своих родителей, а он, чтобы отделились от своих. Вот. Чтобы были личные границы. Вот. И... Началом этого может послужить ваша четкая позиция относительно приезда на дачу с выгрозой. Вот. Кстати, я не знаю, был ли у вас, ну, отвечали ли вам так. Я заранее извиняюсь, если это Бастор. Но почему ваш муж объезжается на вас? То есть, пусть он разговаривает с родителями. Причем здесь вы. То есть, как бы, вы за эту дачу, в общем-то, не отвечаете. Вот. И если маме скучно, то это задача вашего мужа, как его сына, как ее сына, развлекать маму. А не ваших родителей, которые, в общем-то, никому ничего не должны. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, тут, опять же, ваша четкая позиция. Вот. Чем позиция будет четче ваша, именно ваша, вот. Тем, да, с одной стороны, будет сложнее найти с вами общий язык, вероятно. Но всем самым вы избавите себя от необходимости каждый раз, например, искать компромиссы. Вот. Потому что иначе вы можете так всю свою жизнь, все свое время, всю свою энергию отдать поискам компромиссов. И так, по итогу, ни к чему не прийти. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь важно подходить именно вот, ну, именно с такой позиции, именно с такой точки зрения. Вот. И, собственно, в первую очередь, опять же, заботиться именно, именно и только о себе, о себе. Не о ком-то. Вот. Знаете? И именно свои чувства, в первую очередь, разобрать и рассмотреть. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ вам будет полезен. Вот. Значит, позиция у меня такая, достаточно жёсткая, да. Я думаю, в сравнении с другими, ну, или просто не поздравление, а просто позиция достаточно жёсткая. Надеюсь, она вам будет близка, потому что она преследует именно ваши интересы. Вот. Что касается мужа, то, в общем-то, как и любой человек, у которого есть вот это вот, ну, скажем так, некое нездоровое восприятие родителя, да, своего, вот, то мужа вашему нужно взрослеть, вот, к сожалению, да. И вы или воспринимаете это вот так, в таком контексте, вот, или вы, значит, ну, или вы расстаёте. Что-то надо. Вот. То есть вариантов тут, на мой взгляд, вот, на самом деле, вообще немного. Для вас. По крайней мере. Значит, если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, вы можете задать, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, простите, немножко заговорился. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok